Кому выгодно раскачивать эту ситуацию с вагнерацией? Вы, украинцы, находятся в уникальной ситуации. Нам враги эти, она разрушительна для Украины. Жесточайше наказывать. Приветствую зрителей Политека, я Екатерина Шумила. Сегодня у меня в гостях Алексей Арестович, советник Офиса Президента. Алексей, рады вас видеть. И мы вас рады видеть. Ну и начнем... Всем офис. Спасибо. Начнем с громкой новости. Бывший начальник военной разведки Василий Бурба, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов Вагнера, выселили из дома и лишили его охраны. Также разведчика лишили документов прикрытия. Об этом рассказывает журналист Бутусов. Он также опубликовал документ, который подтверждает всю эту информацию. Для вас понятно, что сейчас происходит вокруг этой ситуации? Почему Зеленский пошел на это? Во-первых, я не видел официально этого документа. Знаю только со слов Бутусова. И я бы предпочел дождаться официального уведомления об этом. Во-вторых, представим себе, что так и произошло. Допустим, все это. Давайте вспомним, как это все начиналось. 3 августа Бурба увольняют. 2019 года увольняют с поста начальника главного управления разведки. Или 20-го. Я уже даже не помню. Помню, прошлого года. И через несколько дней в «Комсомольской правде» под именем Коца. А Коца – это информационный солдат Российской Федерации, аффилированный с ее спецслужбами. Появляется статья про то, что вот украинские спецслужбы, Вагнер, бла-бла-бла, хотели захватить. Потом ее перепечатывают Бутусов буквально. Практически нет различий. Ту же самую версию. Вот если человек хочет немножко задуматься на эту тему, я не вас имею в виду, парисичного глядача, то сразу возникает ряд вопросов. А что так? Как-то так произошло, что это месть за увольнение? Или что-то подобное. И понимаете, Вагнер – это не взлетающая тема. Вагнером интересуется очень узкая целевая аудитория. Ветеранов, любителей войны и всякое такое. Широкий народ, тем они интересуют широкие народные массы. Их интересуют тарифы, вакцинации, пенсии и так далее. В крайнем случае, там война на Донбассе. А вот это вот кто кого-то, откуда выселил? Я думаю, что было бы правильно создать ТСК в парламенте. Как раз Петр Алексеевич Порошенко. Если есть кусочек видео, я попрошу его показать. Сегодня на заседании Согласительного совета он сказал о том, что нужно создавать временную следственную комиссию по этому делу. Замечательно было бы, чтобы ее создали. Но там, если она правильно будет заниматься расследованием, то и Василия Васильевича Бурбу, и Петра Алексеевича ждет масса сюрпризов. Каких? Не в их пользу. Ну, найдут истинных виноватых. Комиссия, дай Бог. А истинные виноватые как раз вот те, кто больше всего кричит на варе. Шапка горит. Как мне кажется. Если эту историю с комсомолкой отследить, то мне кажется, что эта логика туда уходит. Уводит. Что Петр Алексеевич неосторожно взял на себя ответственность за то, что я инициировал эту операцию в 2018 году. Так, может, Ваши же и слили, Петр Алексеевич. Потому что, если операция началась в 2018 году, могли слить из офиса президента, его тогдашнего, да. Мог он сам слить, кто угодно мог слить. И потом вся эта операция была под контролем российских спецслужб. Если она вообще была. Не знаем, до сих пор была или нет эта операция. Это очень мудная история. Что там было на самом деле, мы не знаем. Что происходит медийно, мы знаем. Для меня практически нет никаких сомнений в том, что и Василий Васильевич, и Петр Алексеевич вместе дружно крутят эту тему, пытаясь старанить ее офис президента, главу офиса президента и президента Украины. Тема не очень взлетает, потому что интересуется ей какое-то малое количество аффилированных с ними лиц. А не взлетает она, потому что она несерьезная. Она шита белыми нитками, и по ней все видно. Что если бы было действительно какое-то страшное предательство или что-то такое, ну, как бы отреагировали американцы на это. Вот мы сразу получили заявление представителя посольства, как только скандал начал раскручиваться о том, что поддерживаем Украину, это мутная история, мы даже не собираемся ее комментировать. Но истинную роль Бурбы, истинную роль Порошенко, вот я бы установил через ТСК, иными средствами, способами. Я надеюсь, она рано или поздно будет установлена. И тогда, я же говорю, их ждет, общество ждет массой сюрпризов. Их не ждет, скорее всего, потому что они-то знают, что происходило, и кто был виноват, и кто это делал. А вот общество, да, я думаю, будет приятно удивлено. Ну, Алексей, маленькая цитата Бутусова. Он сказал о том, что накануне веселения из Кончи Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с вагнеровцами. Отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Беллинкет Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямую угрозу выселения из охраняемого дома, лишения документов, увольнения с работы в МИД родного брата. Как думаете, насколько эта информация может быть достоверной? Вопросы к Бутусу. Офис неоднократно заявлял, в том числе в моем лице, что мы готовы к сотрудничеству с Христо Грозевым. И радостно дадим ему всю необходимую информацию, все интервью, если он захочет. Запрос был? У него нет, не было. Но, что лишний раз ставит вопрос для меня лично, так ли независимо это расследование. Потому что BBC, когда делала большой сюжет, они обратились в офис, и мы им дали полную информацию. Я разговаривал с ними лично. Грозев как-то не спешит поговорить с офисом. Кому выгодно раскачивать эту ситуацию с вагнерцем? Выгодно все тому же Петру Алексеевичу Порошенко, Александру Валентиновичу Турчиновичу, Василию Васильевичу Бурбе, Юрию Луценко, Арьеву и прочим. Все структурам, аффилированным с ЕС. Потому что им кажется, что они захватили тему войны давно, медийно, и они ее эксплуатируют. А кроме того, они стараются абсорбировать на себя так называемую партию войны, которым интересны эти темы. Интриги, скандалы, расследования, разведки и всякое прочее. Но там это варится в их внутреннем котле. И поскольку они делают, как всегда, все неумело, элементарные логические несостыковки не дают этой теме взлететь. Послом в Австралии, ну хорошо, а что не в Бразилии? Вот как объяснять все эти вещи? Выселили его и забрали документы прикрытия. Он публичное лицо Бурба. А публичное, потому что он заявлял, он многократно заявлял свою позицию публично. Он сфотографируется с Бутусовым, как бы они случайно встретились там, да, и выкладывает это в социации. Его фамилия мелькает везде, благодаря тому же Бутусову и другим раскрутчикам. Какие документы прикрытия? Кто его не знает? Он усы клеит вместе с этим документом? Или седой парик одевает? Или как? Это же не выдерживает элементарной логической проверки. Выгнать брата из МИДа. Ну давайте посмотрим, выгонят МИД или нет его. Заявить-то можно все, что угодно. Здесь МИД. Можно послать туда журналистский запрос, депутатский запрос и посмотреть, работает ли такой-то, выгнали его, или продолжает рвать, или может повысили его там, кто его знает. И так далее. Это все... Понимаете, у нас, Катя, не государство. У нас вторая фейсбучная республика. То есть мы с вами сидим и обсуждаем посты в фейсбуке. Ну, как бы... Ну, это не совсем фейсбук. Ну, а что? Это СМИ, это информация, которая была опубликована в СМИ. То есть вы, у вас есть сайт, вы на нем опубликовали, и как бы это СМИ. Ну, СМИ в каком-то смысле, да. Давайте тогда не о фейсбуке, давайте тогда о записи, на которой фигурирует якобы голос Медведчука и Суркова. На прошлой неделе они были опубликованы. Баканов обещал, что совсем скоро мы услышим, насколько достоверна эта запись, и также будут какие-то результаты по тому, о чем там говорилось. Когда вы услышали эту запись, как вы отнеслись к тому, о чем говорили на ней? Ну, для меня она достаточно аутентично прозвучала, потому что характерно узнается голос Медведчука и Суркова. Истинность, конечно, должны установить эксперты. Но сам факт, там вот эти элементарные проверки, был ли Порошенко тогда в Австралии, когда упоминается, что происходило с Крымом, с электроэнергией в Крым, с Тарифом и всем остальным, очень похуже на правду. Пусть экспертизу установят. Логика персонажа абсолютно ясна. Если кто-то это и моделировал, то он очень хорошо знает и Суркова и Медведчука отношения между ними, блестяще знает, а кроме того знает профиль, портрет психологический. Ну, и Петра Алексеевича туда очень аккуратно вплели, точно и аккуратно, потому что пока он там лил слезы крокодиловые, а это же декабрь 2014 года, это же бои из АДАП, основные начались, финальные бои. Вот-вот от Дебальцева начнется. И он там, не что же сумняшись, договаривается с Медведчуком о продаже электроэнергии в Крым. Это очень похоже на него, учитывая, что у него там завод еще в Крыму, личный интерес. И мне кажется, это абсолютно логично, то, что происходило. Пусть есть две вещи осталось. Первое – это экспертиза, чтобы эту аутентичность подтвердили. И второе – появление новых таких фрагментов. Я думаю, что за этим дело не станет, появятся еще новые какие-то. Разговоры, если один записали, значит много записывали. Если все-таки расследуют, это политическая ответственность или уголовная? Это вот должно устанавливать следствие и суд. Вот здесь бы я ТСК еще одно создал и назвал бы ее как-нибудь поэтично. Например, факты расследования сотрудничества государственных лиц Украины с державой-агрессором, начиная с 2014 года, и проверить всех скопом, чтобы никто не ушел, не убежал. Алексей, время от времени мы получаем в СМИ слив разных пленок. У них уже целые названия исторические пленки Анищенко и Деркача, уже и Медведчука, Суркова. Для вас понятно, как происходит вот этот слив? От кого он идет конкретно? Слив понятен. Есть люди, которые это пишут, есть люди, которые это покупают, есть люди, которые это выставляют. Рынок образовался. Со времен Кейса Мельниченко, если в Украине существует рынок на покупку, закупку таких вещей, потом в нужный момент их забрасывают. Это фабрика мнений работает, создаются определенные мнения и так далее, которые должны толкнуть целевой аудитории в ту или иную сторону, сформировать какое-то мнение, телеграм-каналами разогнали и так далее. Работает грандиозная фабрика мнений. Большинство людей не имеет возможности, даже если бы очень хотели обработать весь этот информационный поток, даже можно рехнуться. они вынуждены доверять авторитетным источникам, типа Юры Бутусова, типа телеграм-каналов, типа там еще, еще, еще чему-то. И вот, значит, а-а-а, потом времени на интеллектуальную проверку они не оставляют, остается эмоциональная реакция. И побежали со знаменами, кричи им уже, значит, там зрада, там зрада, там зрада. Это организованная фабрика мнений. Просто есть вещи, которые похожи на доказательства и добавляют достоверность. Есть вещи, которые не похожи, остаются частным мнением. Вот, ну вот пленки похожи на доказательства. Особенно если установлена их идентичность, то они вообще могут стать доказательством. Поэтому давайте дождемся экспертизы, вот она все покажет, да, нет, в данном конкретном случае. То, что на пленках очень часто первые лица государства говорит о том, что, скорее всего, пишет окружение, либо, как раньше было, администрация президента, сейчас офис президента. Почему чиновники такого уровня себя не могут обезопасить? Это не в этом дело. Часто они же и пишут. Вот у меня стойкое ощущение, что Петр Алексеевич очень любил себя любимого записывать. А потом в нужный момент закидывать туда, куда надо. Вот есть у него такая черта, как мне кажется, в профиле. Вот, хоть один пленочный скандал с президентом Зеленским был к этому моменту. Что он не любит себя записывать. Вот и все. Петр Алексеевич, да, вот он для истории, чтобы запомнили, чтобы, так сказать, в нужный момент показать, как боролся, не допускал. Но раз ты пишешь все подряд, а не выборочное, то есть возможность, что не только исторические твои речи попадут, но и речи, которые подрубают историческую историю, вернее, историю Украины на корню. Тут он не подумал. Обнимаю жмуру. Обнимаю жмуру, да, оно же где-то хранится. Раз где-то хранится, значит, наверняка он сам флешки не прячет, там, в трехлитровую банку не закапывает в огороде, правильно. Кому-то доверяет. Доверенные лица, это в нашей стране дело такое, феодальная держава. Сегодня доверены, завтра недоверены. Вассала, моего вассала, не мой вассал, может быть, два сеньора. Или просто много денег могут дать. Или интерес появился, или отомстить хочу. И все, и поехало. Поехало. Что знают двое, знают свинья, и все, и ушло. Это его ошибка была. Как вы думаете, Зеленский, насколько большой шанс, что может тоже попасть в какой-то кассетный скандал? Зеленский может попасть в кассетный скандал в смысле, что его кто-то запишет и как-то это все оприлюднит. Но проблема в том, что кто его может записать? Его может записать в службу безопасности президента. Но проблема в том, что они же контролируют всех охраняемых лиц, постоянно, везде и всюду. Естественно, они могут записать, но туда и случайные люди редко попадают. Все-таки это каста, это отбор, это определенное представление о нормах и правилах поведения. Честь и порядочность тоже не хочется трепать, но нормы и правила. Я ожидаю, что офицер сольет эту службу, как Мельниченко, но это только если он был внедренным агентом, либо его сделали агентом, либо личная месть, ну какое-то что-то, неуравновешенный психический человек. А пришедший записать не может, потому что изымаются все и проверяются специально, есть ли аудиосредства. Поэтому только в случае, если какой-то офицер СБП из близкого окружения захочет так делать, ну посмотрим. Я думаю, Зеленскому нечего бояться. Зеленский строит открытое общество. Он не любит за кулису. Вот как раз публика, наживающаяся за кулисы, которая любит тень, теневую экономику, теневую политику, она и хочет в это инвестировать, во все это. Понимаете, да, чтобы у нас было не открытое СМИ, не открытое общество, а теневые телеканалы, Shadow Anonymous и прочие, прочие вот эти все там, что-то там, что-то там, реки эти текли, черные ручейки, куда-то там формировались в озерцо, и это озерцо капало на мозги людям. Дело в том, что политика Зеленского прямо противоположна. Дельцы теневой политики, теневой экономики хотят оставить Украину в тени, потому что они живут с этого. Он хочет открытого общества. Сопротивление огромное. Конечно, пытаются дискредитировать по максимуму, возможно, попытаются дискредитировать и пленками, но это такой же случай, как и мой. Вот на меня десятки людей ищут компромат. Я это знаю на 101%. Нашли что-нибудь. Уже когда его нет, нечего бояться, понимаете, да? Просто нечего бояться. Вот и все. Ну и к следующей теме министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров написал послание к генсеку Совета Европы, в котором он пожаловался на проблему нарушения прав русскоязычного населения в Украине и странах Балтии. Он сказал о том, что идет полная дискредитация русскоязычного населения. Мне казалось, что эта тема уже давно-давно устарела. Почему она снова поднимается? Эта тема не устарела. Надо сказать четко, в Украине точно нет антирусской государственной политики. В смысле, атак на русскую культуру или на русскоязычное население. У нас есть идеологические атаки. И это точно есть. Но Лавров же и другие деятели выставляют ситуацию как? Что это политика государственная, якобы, которая проводится. У нас есть сумасшедшие, типа Ницо и Форион, которые любят попиариться в свои 50 с лишним лет, потому что они кинули мелочь в лицо кассирша, которая обратилась на русском. И так далее. И там есть сумасшедшие любители близких Порошенко, этнокарго-культа, изоляционистского, которые там все тики на державной мове, там вот оно мая, будто все, вот я думаю, все, 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 и так далее. Которые инвестируют в середину 19 века, в эпоху европейских революций 1848 года. Не в будущее, а в прошлое. Такие люди есть, такие маргиналы, они всегда есть, радикалы, они всегда есть. Вот они там бьют пяткой себя в грудь и кричат, что только вот, мол, дом Бутявана, все в ритуе. Но 70% украинцев, вот 73 цифра, она же не случайна. Порошенко пытается выставить это так, что людей оболванили специально против него, это не так. Есть центристский тренд. Шуток можно, правый центризм, радикальный центризм, много может быть шуток на эту тему, но он объективно существует. Есть две крайности, это вот этнокарго-культ, вот этот вот, ментальная западноукраинская республика, которую Порошенко пытается построить, и пророссийские силы типа Медведчук и так далее. Нам враги эти, враги в кавычках, политические противники, потому что их идеология не близка, она разрушительна для Украины. Просто под ультра-проукраинскими лозунгами или под пророссийскими лозунгами она одинаково разрушительна. Украина сказала свое слово на выборах, она оценила этих и тех, и большинство отдало силе, которое, к моему сожалению, медленно понимает, что она центристка, но на самом деле понимает, заявляет. Центризм это очень просто, это украиноцентризм. Это отсутствие политики крайностей. Это наоборот, это попытка интегрировать общество, собрать, что в нем лучшее есть, и запустить этот корабль в мировое сообщество, в океан открытый, где они могут конкурировать. Держава, создающая открытое общество, которое способно поддержать гражданина, дать ему возможности, страну, которая может конкурировать, культура, которая может конкурировать. Это очень трудно делать, потому что огромное сопротивление. Но товарищи по краям, они активно пытаются кусаться. Сегодня Рабинович выпустил карту без Крыма, на эту же тему, и заявил, что 80% говорит на русском языке. Это не так. И эти кричат, что одновременно противоположные вещи, что украинская мова и культура тут притеснена до невозможности. Все наоборот говорят... Карта, кстати, без Крыма, зато с ДНР и ДНР. Наоборот говорят на русском, а есть объективная реальность. Сказки, которые рассказывают справа, не справа, а с этого ультра-этнокарго-культа сектора, идеологический, который гласят, что Украина пошла от Триполи, нас обманывают. Украина государство сформировано 24 августа 1991 года. Другое дело, что как государство, что общество и страна существуют дольше, но как государство оно существует так. И оно разное проходило в своей культуре за эти 30 лет. Мы, вернее, в своей политике, в своей жизни. Мы молодое государство, бестолковое государство, очень плохо работающее. И к тому же выкуплены олигархами. У нас государство не принадлежит даже государству. Плохо. Отдаешь прямое распоряжение, но оно размывается через одного-двух человек. И как заставить государство работать, вот большая проблема. Думаете, от хорошей жизни заработал РНБО? Просто ни хрена не работает. Президент искал, искал и нашел возможность. Вот какой-то орган, который хоть что-то может делать в этом отношении. Потому что они работают по пары разным причинам, о которых мы сегодня уже говорили. И реальная ситуация, и оценивать надо реальную ситуацию. Реальная ситуация такова. С 20-х годов до 20-го века украинская культура, Украина как государство, формировалась в основном в крупных городах-миллионниках. Там были писатели, поэты, артисты, ученые и так далее, и так далее. Они были практически русскоязычны. Украина — это русскоязычная страна. Поэтому, когда возник вопрос о том, чтобы украиноязычные украинцы получили возможность исправить историческую несправедливость, которая заключалась в том, чтобы волны украинизации, деукраинизации били по обществу, не давали нормально развиваться. Про то, чтобы московский пылесос высасывал все самое разумное и светлое туда, в основном, чтобы делать имперскую карьеру в кино, в науке и так далее. Что мы построили независимое государство. Что нужна самоидентификация. Что человек, который самоидентифицирует себя украинцем, не может найти ни культурную среду соответствующую, не может создавать украиноязычный продукт. Возникла необходимость поддержать его на государственном уровне. Эти попытки тоже были провальны. Потому что очень много идеологий в это вкидывалось. Реального финансирования науки и культуры, чтобы создавать продукт. Но я как-то особо не заметил. И получается, что реальной, действенной поддержки развития украинской культуры нет. Есть очень много идеологий, которые работают на разделение, пытаются заработать политические дивиденды. И некоторые попытки украинизации, в хорошем смысле этого слова, которые дали, например, увеличение количества контента музыки украинского, прирост, украинское кино появилось и так далее. Это хорошие вещи, их надо развивать. И я выступаю против двух вещей. Против, первое, отрицание реальности. Потому что очень многие говорят все-таки на русском. Ну вот я русский по культуре. А ведь тут очень скользкое место. Звучит оно так. Есть ли кто-то украинец по культуре, у него украинская самоидентификация, он гражданин Украины. И вот ему предлагают стать русским. Или румыном. Или венгром. Украинским венгром. Или крымским татарином. Что он скажет? Это немножко другое. Мы говорим о русскоязычных. Он скажет, вы что, с ума сошлись, что ли? Ребята, я вот идентифицируюсь как человек украинской культуры, не собираюсь менять. Это моя самоидентификация. Это основа всего. Я русский и русскоязычный украинец. Я не собираюсь тоже менять самоидентификацию. Русским было, русским останусь по культуре. Но гражданином Украины. Внимание, мою культуру надо развивать. Мне надо досоздать возможности пользоваться русским языком, развивать его и так далее. Да, я просто чувствую свою ответственность как гражданин Украины в том, чтобы владеть украинскую мову. И створювать и соответствующий контент, навіть культурный. Не бачите, пане Алексею, ваше украинское стало набагато краще. Я працюю над ней. И вопрос заключает, вопрос не на державу. Я до этого и выучив, працював и наполегливо працюю далее. Но это вопрос не в всем. Вопрос вот там, что есть крымские татары. В Украине 58 национальностей. 58. Они должны менять идентификацию, так как от них требуют вот эти представители идеологически помешанного. Нет, не должны. Они должны остаться своими. Они должны выучить украинский язык, наверное, и пользоваться им в общении с государством, владеть им. А все остальное. А мы собираемся развивать все остальные культуры, которые здесь представлены. Или мы будем репрессировать. И вот представители идеологического спектра, они предлагают репрессировать эту культуру. Посмотрите, зайдите ко мне в комментарии. Это же постоянно, или кому-то угодно. Это постоянные атаки. Вот Мова-Сарче, они везде и всегда. И тетя Скалуша, прихильница Фарион Ирина, рассказывает, что Достоевский, Чехов и Чайковский – это что-то очень смешное. Это вот и близко не может со Стапом Вишней сравняться с Тарасом Григорьевичем Шевченко. И вообще это развращает мировую культуру. Ну, серьезно, это можно поверить в 21 веке? Нет, конечно. И вот вам два рычага. Идеологическая составляющая, потому что Мова-Сарчи очень хорошо дают баллы и тем, кто за украинскую мову, и тем, кто против него, типа Рабиновича. И второе – недологая государственная политика в сфере образования и культуры, которая должна была бы создать условия для реального развития украинской языка и украинской культуры, контента и науки, соответственно. Второе – что дать возможность развиваться всем остальным культурам и категорически запретить идеологизировать эту тему. Просто репрессировать любую попытку идеологизации. Жесточайше наказывать. Жесточайше. Вот просто вот и так далее. И уж тем более нельзя было делать в языковом законе, как это, карательную часть прописывать, типа штрафы, типа на стучи на ближнего своего за то, что они на том языке разговаривают. Ну, Зеленский хотел его отменить, но я вам честно скажу, после того, как этот закон заработал, я в десятки раз больше слышу украинский язык. Естественно. И это, честно вам скажу, очень приятно. А вот если бы сделать там позитивную часть, поощрение, например, налоги уменьшить тому бизнесу, который используют украинские, налоги уменьшить издательством, которое… Это было бы вообще великолепно. Вот тогда бы мы слышали в сотни раз больше украинского. И вот тогда бы это был действительно мощный толчок для развития контента и культуры, и среды, на которой говорит на украинском языке. Билингвальность – преимущество. Трилингвальность – еще большее преимущество. Украинцы находятся в уникальной ситуации, потому что мова действительно имеет значение. Другие контуры сознания, мозга задействуются, когда человек меняет язык, он становится другой личностью в чем-то уже и так далее. И теперь иметь возможность и так, и так смотреть на мир с разных сторон – это очень большое преимущество. Я не знаю, зачем его затаптывать, это преимущество. Несловно, его нужно развивать. Его нужно развивать. Вот давайте, если бы мы серьезно занимались этой темой, возник бы такой вопрос. Вот, например, модель какая? Государственный язык только украинский. Дальше. А что на региональном уровне? Мы можем дать нашим регионам на данном этапе право проводить свою культурную политику. Например, сделать русский второй региональный. Вы же понимаете, что если будет второй региональный русский язык, никто украинский не будет учить. Давайте по-честному. Потому что не будет никто. Кстати, это же не так. Если есть русский язык основной, то никто не будет учить в рейтинге. Рассматривать надо в комплексе. Он не будет основным. Общение с державными органами только на… Ну, если у тебя есть выбор, конечно, русскоязычные регионы выберут русский язык. Ну, что значит выберут? Их же не избавляют от необходимости общаться с госорганами Украины на украинском языке. И те же самые позитивные льготы. Представьте себе. Вы приходим в Одессу и Луганск и говорим, что вы все должны говорить на украинском. В сфере бытой обслуживания. А иначе что? А иначе штраф. Ну, ладно, хорошо, будем учить. Штрафов никому не охота. Ну, как бы чик. И создаем вот таким Лавровым возможность, что… Ага. Притесняют Одессу и Луганск. Создаем Медведчуку и Рабиновичу возможность, что… Говорить, что Украина проводит национальную политику языковую на уровне государства. Это же не так, но они говорят на уровне государства по ущемлению русскоязычного и прочее язычного населения. А вот теперь внимание вопрос. А мы говорим, что… Одесса и Луганск приходим, говорим, ребята, украинский, державная мова. Говорят, и что? Ну, как что? Налогов на 2% меньше будете платить. Как вы думаете, как быстро они начнут использовать украинский язык? Очень. Как быстро возникнет тренд? Все. Это надо делать то же самое. Я же выступаю не против законной языки для развития украинской. Я с задоволением и билингвальной люды. Украинская мова, дом бутя украинского, там величезные возможности для того, что… Фильм про войну на Донбассе, например, вы представляете, украинских военных, российских военных или там в Москве, в Кремле, которые говорят следующее с украинского экрана. Ну, мы покажем этим украинцам, да, этим хохлам, як мы завоюемо Крым. И выдберемо его, браття, шануемося. Ну, это же смешно. Это натяжка. Это подрывает художественную правду. Вот я бы этот раздел переписал для того, чтобы у людей, которые в театрах работают и в кино, появились другие возможности задействовать язык как художественный элемент в своих творениях. Потому что, ну, снять фильм про героев украинских в АТО и подрезать это же все впечатление тем, что русские и российские военные говорят гарную украинскую мову, это просто смешно. Кстати, если я не ошибаюсь, киборги как раз там двуязычные. Двуязычные, это закон не успели тогда, он в силу еще не вошел. А сейчас все российские военные заговорят на хорошем украинском языке, понимаете, да? Вот. Второй момент это то, что, да, второй момент, я бы выбрал карательную часть, я бы позитивно, пошел от позитива. И это все, что нужно сделать с законом. Вот и все. А во-вторых, потом, когда мы станем более крепким государством, более плотно сшитым, к децентрализации политической на уровне местного самоуправления и экономической, которую отдали на места, можно добавить и культурную. Потом, когда мы крепко будем сшиты на уровне, например, района, компактное проживание болгар. Можно им дать на уровне этого района, района, второй язык, там местный, да, болгарский, например? Можно. Пусть говорят. Это же развитие болгарской культуры. Это сприяние. Потому что если им это запретить, а потом это еще на языковой, вернее, на образовательный закон перейдет, как у нас перешло, и проблема с венгерами возникла, тогда возникает вопрос, как болгары должны своих детей учить болгарскому языку, как они будут сохранять самоидентификацию. Вот русских специально не берем, намерены. Болгары. Украинские. Вот где и как они будут учить его, свой болгарский язык. Он будет ущемляться. Приоритетное развитие будет одно украинскому. Они будут учить украинский, свой родной язык. Они будут знать на уровне быта. А кроме того, они не смогут развивать здесь болгарскую культуру. Свою, маленькую. Болгарский курс в театральном институте. Например, болгарский национальный театр, болгарский фильм, документальное кино, местная газета на болгарском языке. Нам кажется, ну сколько там тех болгар? Но болгары же так не думают. Это конкретный гражданин, лояльность которого держа и подрываем такой недолугой национальной политикой. А теперь возникает вопрос, потому что импульс правильный, вектор правильный. Реализация неправильная. А если посмотреть, что болгары у нас не одни, у нас 58 национальностей, и вторая по массе языковая группа это русские Украины. Понимаете, да? Или люди русской культуры, они могут национальностями какой угодно быть при этом. То возникает вопрос, а что с ними? У нас можно еще издать книгу на русском языке или фильм? Толкнуть вперед развитие русской культуры на Украине. Ведь она четко привязана к Украине. В России на этот счет и во всем мире нет никаких сомнений, что даже если произведение русскоязычное, оно четко аффилировано с Украиной. Украинский продукт на украинском материале. Украина просто на русском языке. Но вот это такой вопрос очень скользкий. Я бы не стал обижать собственных граждан. Я бы дал им возможность развивать каждую свою культуру и посприяв. При приоритетном развитии украинской культуры, потому что это Украина. Языка. Вот это была бы мудрая политика. Политика 21 века, когда не щемят за то, что это принадлежит другой культуре, а тебе помогают, чтобы у людей появилось чувство безопасности у гражданина. Потому что главное, что ждет, две вещи ждет. Гражданин от государства. Безопасность и справедливость. Так как сейчас проводится политика, так как прописан этот закон, он некоторым образом, предваживая питание безопасности, чувство безопасности и справедливости в отношении всех людей, которые являются другими по культуре. Хотя принадлежат данному политическому объединению, которое называется государство Украины. принадлежат, готовы за него жертвовать, платят здесь налоги, служат на фронте. Понимаете? То есть выполняют полный спектр обязанностей гражданина. А государство говорит, а не, ребята, родной язык зась. Ну, немножко так это не совсем верно, с моей точки зрения. Надо мягче, человечнее. Алексей, я вас благодарю за интересную беседу. Так неожиданно мы подняли языковой вопрос, хоть и не планировали, но мне кажется, что получилось интересно. Алексей Арестович был на Политека. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Субтитры сделал DimaTorzok